Приветствую вас, я бы хотел немножко дополнить свой ответ, дополнить ответ коллеге, вот, ибо мне кажется, что коллега, безусловно, ответил правильно, но по поводу цифры, да, вот, но я хотел бы раскрыть, на самом деле, немножко другую историю, немножко другой аспект. Мне показалось это важным, значит, почему последний урок человечества, суть прощения, ключевой, наверное, момент, который вообще непонятен, да, почему именно последний урок. Для того, чтобы нам с вами понять данную историю, должны нам с вами понять данный аспект, нам нужно обратиться к жизни человека и посмотреть на, к примеру, приоритеты, которые, допустим, человек выставляет на протяжении своей жизни. Какие человек выставляет приоритеты? Значит, ну, во-первых, надо сказать, что, как правило, и подчеркнул, да, подчеркнул, подчеркнул, как правило, как правило. В течение своей жизни человек, пытается следовать каким-то правилам, человек пытается следовать каким-то историям, человек пытается следовать каким-то ориентирам, вот, И психологическая наука, она совершенно однозначно указывает, что зачастую, вот именно, зачастую, человек действует, ну, не совсем по своей воле, зачастую человек действует совсем не по своей воле, зачастую человек идет по определенному ложному следу, вот, зачастую человек изменяет себе, зачастую человек не знает, не понимает и боится, что не менее важно, да, что зачастую человек боится понять и принять какие-то вещи, потому что, ну, он боится оказаться не у дел, да, он боится оказаться в аутсаде, по сути, вот, и поэтому на многие вещи человек не обращает внимания, закрывает глаза. И в конце своего жизненного пути, когда жизненный путь человека завершается, когда человек оказывается на, допустим, смертном адресе, к нему приходит понимание, что многие вещи, которыми он жил, многие вещи, которые, ну, для него имели значение, они просто не стоят ничего, не стоят выединиться. Все обиды, которые, которые у человека были, ну, вот, все обиды абсолютно, которые у человека были, все эти обиды, они абсолютно не существованы перед, перед лицом смерти, собственно говоря, вот. Вот. И в этот момент, когда человек понимает, что все его обиды ничего не стоят, он прощает. Прощает все, прощает всех. Вот. Что бы ему, кто бы ему что ни сделал, потому что перед лицом смерти становится неважным. И зачастую, зачастую все обиды, которые казались смертельными, которые казались просто вот какими-то ужасными, которые казались просто нереальными, вот. Зачастую все эти обиды, они уходят в небытие, когда человек оказывается на пороге этого места. А если кто-то, к примеру, там, побывал, ну, в состоянии, в состоянии, допустим, клинической смерти, такой человек тоже, как правило, прощает, ну, часто прощает. И именно поэтому, как бы, ну, именно в силу того, что такие люди существуют, да, которые были на пороге смерти и которые после этого жили, именно благодаря этому человечество и получило такой урок, что прощение чаще всего приходит, ну, точнее, с наиболее точной вероятностью прощения приходит именно на пороге смерти. Именно поэтому считается, что это последний урок человечества. Последний урок человечества перед небытием. То есть, безусловно говоря, индивид социальный может научиться всему, вот, вообще всему. Он может научиться всему, он может уметь делать всё. Да, он может быть, эээ, сколько угодно умным, сколько угодно образованным, сколько угодно развитым, но может не научиться прощать. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Если у вас есть трудности с прощением, кого-либо лучше это делать сейчас, смерти как бы не дожидаться, да? Вот. Ага, да, лучше всё-таки нельзя смерти, а придёте не простить того, кого нужно простить. Если, если вы на кого-то обижены. Вот, ну, это не так просто сделать. То есть, вы можете отпугаться, да, там, к примеру. Вот, вот, я умру, может мне нужно простить кого-либо, немножко не так работает. Вот, прощение – это искусство, в некотором смысле, это навык, вот, и ему нужно обращаться. Так что, если вы немножечко кого-то простите, но хотите, хотите это сделать, то лучше вам обратиться, к примеру, к психологу, вот, чтобы вам помогли это сделать, чтобы вам помогли простить. Вот. Так, так можно ответить вам. На этом всё. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку. Я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Вот это! Продолжение следует...